Всем привет-привет! С вами Лаврентия Валёна и ногти вот в таком очень-очень грустном состоянии. Здесь когда-то было много раз наращивание и потом, судя по всему, неудачное снятие. Да, средний прям пострадал очень сильно и на многих ногтях есть трещины, плюс они гнутся, мнутся просто, в общем, как тряпочки. А тут у нас есть даже боковой анихолизис. В общем, абсолютный полный букет всех приключений, которые бывают на ногтях. Девушка ходит какое-то время без покрытия, и мы решили с ней попробовать сделать покрытие дип-систему, пудровые ногти. В общем, то покрытие, которое не нужно сушить в лампе. Сразу хочу сказать, что такое покрытие также подойдет людям с аллергией, с экземой, с постоянными ожогами, анихолизисами, которые появляются от покрытия. Вот для драматичности момента прям демонстрирую, насколько все не очень хорошо. Видите, то есть прям тонко, и плюс еще у нас гипонихий выходит за границы ногтевой пластины, и получается, что вообще в быту есть дискомфорт. Ну, сами понимаете, то есть она до чего-то дотрагивается, эти ногти сгибаются, и приятного мало. В общем, на обзор мне прислали новый бренд, с которым я до этого никак не взаимодействовала. И еще в подарок положили вот такие пилки для пилочного маникюра. Сейчас буду пробовать, но сначала сделаем маникюр. Хотя здесь я самому маникюр решила не уделять много внимания. Выполняю в стандартной технике аппарат плюс режущий инструмент. И хочу сказать, что для дип-системы очень важно не использовать маникюры с мацерациями или ремоверами. То есть не классика, а именно комби, либо аппаратка. В моем случае был комби. В общем, ноготь подготовили просто бафиком, и дальше берем первую бутылочку. Бренд называется SNS. Очень красиво выглядит. Я прям, ну, долго их рассматривала, честно хочу сказать. Удобно, что бутылки пронумерованы. То есть, ну, в принципе, не запутаешься. Но хочу сказать, что там абсолютно своя вселенная, там свой алгоритм. И дип-системы, дип-вот эти пудры, это совсем другая история. Это не так, как гель-лак. Это прям вообще абсолютно иначе. Поэтому посмотрите. Но хочу сказать, что люди, которые захотят ввести такую услугу, она, кстати, есть в моем салоне, все равно придется пройти обучение. И честно скажу, что и от бренда SNS я прошла онлайн обучение. Так, кстати, бутылки все еще вот так вот опломбированы. Интересно. Я прям удивилась. В общем, я прошла онлайн обучение. Оно достаточно простое. Достаточно просмотреть один раз, и уже сразу все становится понятно. Там дают схему нанесения. Ну, простую, удобную. И все там, не знаю, время полимеризации и так далее. Вот также обращаю ваше внимание, да, вот номер один, это как не надо делать. Я не докрасила базу, это моя ошибка. А номер два, просто запомните, как выглядит средний палец. Потому что в конце будет преображение. Прямо будет видно. И обратите внимание, что я не опиливала форму. Все ногти абсолютно непонятно какой длины, они разной формы. И вот этот средний несчастный бедолага, с которым вообще что-то страшное произошло, я все оставляю как есть и буду укреплять эти ногти только с помощью пудры. Никаких форм у нас не будет, ничего не будет. А, кстати, маленькая сноска. В такой системе можно работать на гелевые типсы. Да, вот такой интересный нюанс. Я уже пробовала дипсистему с гелевыми типсами сочетать, и мне прям очень понравилось. В общем, подразумевается здесь порядка четырех слоев вот этих вот прозрачных покрытий и обмакивания в пудру. И пока я вам показываю, сколько раз я это обмакнула и покрасила, вы можете просто смотреть. А я отвечу на самые частые возражения, которые я встречаю в дипсистеме. И, кстати, об этом я узнала именно у бренда СНС. Как раз-таки разговаривала с их менеджерами, когда осмотрела их онлайн-курс. Вот здесь чиню ноготочек, добавляю просто объем там, где мне нужно. В общем, все спрашивают, вот вы погружаете ноготь вот в эту банку, и эта банка общая для всех. Соответственно, если вдруг у клиента там что-то где-то, какая-то есть зараза, то вы это в банку окунули, и всех потом в эту банку макаете, и вроде как это не гигиенично, логичный, да, вопрос. Но, представляете, в составе этих порошков, этих пудр есть специальные компоненты, которые не дают развиваться бактериям. А еще есть другой такой момент. Мы когда обмакиваем ноготь, ноготь, через Г сказала, да, для всех, кому там влежет слух. Это, кстати, активатор сейчас происходит. Мы когда обмакиваем ноготь в эту баночку, часть у нас этой пудры в банку, в банке остается, да, большая часть, а какая-то часть, вы, наверное, заметили, она прилипает на ноготь. И вот эту часть, которая на сам ноготь прилипла, ее, конечно, нужно отряхнуть не в банку. Это главный секрет и важный очень такой нюанс в работе. И будет вам большое вселенское счастье. Ну, и по поводу того, что система не сушится в лампе от слова совсем. Да, она действительно там не сохнет, лампы здесь не понадобятся, но полимеризация все-таки происходит. И происходит она от активатора. Вот этот вот Силер Драй, баночка, которую я наносила до опилы и наношу после опилы, потому что это та самая жидкость, которая и активирует все последующие составы. Потому что сейчас я уже перейду к топу. И, как видите, у них все баночки не только пронумерованные, но еще разный цвет крышечек. То есть точно не спутаешься. Там есть важные нюансы, да, в том плане, что, например, топ наносится в два слоя определенным образом. Первый слой в быстрое движение, второй слой уже можно более спокойно нанести. И уже сейчас можно наблюдать, как эти ногти преобразились. Потому что опил я уже выполнила, то есть после топа. Никакой опил не производится. И обратите внимание на средний палец. Он выглядит уже абсолютно нормально. Конечно, ногти не будут выглядеть так, как после геля. Это принципиально иное покрытие. Но оно имеет место быть в нашей маникюрной жизни. Запоминаем бренд SNS. Его я могу смело рекомендовать за мелкий помол, за легкость в опиле. Очень красивый камуфляж. В общем, никаких претензий у меня к ним нет. И я прям рада, что они попали ко мне на обзор. Посмотрите, как это выглядит сбоку. Специально показываю архитектуру. Вот тут что-то где-то прилипло, но мы сейчас это легко абсолютно уберем. Ногти у нас подпилены очень-очень коротко. Местами будет даже виден гипонихий. Но это все пройдет, все будет в порядке. Вот, например, на большом пальце прям заметен, да, он этот самый гипонихий. Но он подсохнет и атрофируется через несколько дней. Потому что ложе вышло за границы ногтевой пластины по причине того, что очень долго носили здесь длинные ногти. Только так с этим гипонихием можно бороться аккуратно, работать с пилкой. Ни в коем случае не отковыривать его. В общем, на этом я потихонечку заканчиваю свое видео. Предлагаю вам просто полюбоваться нашим результатом. Я уже нанесла масло. Да, ногти не сильно идеальной формы, но на следующую процедуру все будет гораздо лучше. Но в любом случае, по сравнению с тем, что было, это, конечно, небо и земля, ногти явно преобразились. Но ваше мнение жду в комментариях.